Всем привет! Вы на канале у Лёли, у которой канал называется IWF Forever. Ну, так, если вдруг мы мимо шли и не знали об этом, а может быть вы просто читать не найдете. Короче, я тут под зонтом Эйван. Эйвановскому зонту уже года два, наверное. Меня в каком-то последнем, наверное, стриме или предпоследнем попросили сделать обзор. Я думала, на следующий день запишу, записала себе бумажку, чтобы не забыть и забыла. А потом что-то как-то все не то да не то. А сейчас идет дождик, и этот зонтик у меня сегодня был под дождем. Да, кстати, у меня тут такой маникюр. Один рука под цвет губ. Хотя на губах у меня двойный помад от Никса и от Ифраше. От двух разных верующих в Лёльку, добрых подписчиков, от мужчина и от женщина. Ныкс и Ифраше. Ну, короче, вот такой вот зонтик. Я вблизи показываю специально. Вот где-то там видно облачки, да хрена их. А где-то еще совсем чуть-чуть видно такие слегка радужки. Он у нас не автоматический, а ручной. Совершенно ручной зонтик. Складной. Мало места занимающий специально для сумочки. Там еще, конечно, был чехольчик, но... У меня просили обозреть зонтик. Конечно, надо было, наверное, обозреть зонтик с чехольчиком, но я поняла, что просто как обозреть зонтик. Чехольчик где-то лежит. Он тоже из такого же материала. Тоже, подозреваю, если намокнет, будет такими же радужками. И когда высохнет, снова будет облачками. В общем, вот. Когда зонтик мокрый, у него эти рисуночки становятся радужками. Разного цвета. Фиолетовые. Фиолетово-салатовые. И алла, наверное, голубые или розово-голубые. И вот он такой вот зонтик. Я когда заказывала его в Эйване, когда еще была представителем года два назад, наверное. Может, чуть даже больше. Когда я его заказывала. То я не могла понять, почему он вот, ну, на рисунке было, на картинке. Что вот одна сторона такая, другая сторона белая. Вот эти облачка. И когда он пришел, я так удивилась. Я думаю, не тот, что ли, подсунули. Я думала, половина зонтика будет реально белая, половина зонтика вот такая. Оказалось, когда он намок. То у него часть зонтика была вот этими фиолетовыми. Тут еще чуть-чуть осталось облачками. Часть зонтика была розово-голубыми облачками. Точнее, вот этими радужками. Ну и когда зонтик высох, он, конечно же, стал снова белым. Очень, мне кажется, хорошее такое решение. Вот стоит у вас зонтик. Бывает иногда зонтик стоит, хрен поймет, что ли он мокрый, то ли он уже высох. А тут, как только облачка становятся белыми, так считайте, зонтик у вас высох, вы можете его собрать, сложить и убрать. Вот такой он в собранном виде. Сейчас я даже его постараюсь аккуратненько вам сложить. Хотя он у меня еще слегка мокрый. Черная у него такая тут кнопочка, крышечка, штучечка, точечка, не знаю уж как назвать. Закрывается он на липучечку. Ну и поверх одевается чехольчик, который я, естественно, не достала, как я уже говорила. И вот на такой веревочке носится. Вы вышли на улицу, пошел дождь, да, вот расстегнули. Мне кажется, вполне такой нормальный зонтик. И вот захотите его сложить, закрыть, дождик закончился, да, раз, два и три. Можно сказать, что он в три раза складывается. Хороший зонтик, нигде никаких швов, веревочек там или еще чего-то не торчит. И не торчало. Материал, наверное, такой, из которого делают зонты, без понятия, что за материал. Но довольно такой интересный и хороший материал. Ничего нигде вот не сломалось за два года ношения. И он действительно вот для какой-нибудь миниатюрной сумочки. Очень даже подходит. У меня раньше был зонтик от Уфраша, но он умер. Теперь у меня и зонтик от Эйвен. Спицы, по-моему, металлические. Да, металлические спицы, так что они еще не скоро откинут копытца. Ну и легкий, хороший зонтик, считаю, незаменимая вещь, когда дождевая погода, как, допустим, сегодня практически почти целый день идет дождик. В общем, если вы не знаете, что выбрать, да, я, по-моему, за 500 чем-то или за 600 чем-то покупала этот зонтик. Но я думаю, что он по скидке был, наверное, дешевле. Возможно, он есть в распродажах. Возможно, уже именно такого нету, но есть просто там какой-нибудь зонтик. Я знаю, что у Эйвена много таких зонтиков было с разными рисунками. В общем, если вы не знаете, как понять, что на картинке нарисованы, допустим, белые облачка и розовые облачка, то считайте, что розовыми облачками эти белые становятся, когда под дождь попадают. Дизайнерский такой ход, такая фишка интересная. И зонтики от Эйвена действительно очень хорошего качества. И, в принципе, если вы любите Эйвен, но сомневались насчет покупки зонтика, то я вам советую этот зонтик. Не только этот, а вообще зонтики Эйвена. Они действительно хорошие и качественные. А если вы не то, что любите, не любите, просто у вас есть какой-нибудь представитель знакомый Эйвеном, вы периодически что-то там покупаете, вам позарез надо зонтик. Я не знаю просто сейчас, сколько стоят зонтики вообще хорошие, качественные, Но, допустим, хороший качественный зонтик за 1000 или за 500-600 рублей выявления. Выбирайте его. Всем спасибо. Всем пока.